Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня в рамках лекций для библейского интернет-портала экзегет.ру мы поговорим о проблеме веры. Точнее, о тех аспектах, которые представляются наиболее актуальными сейчас. В частности, о проблеме отношения веры и знания. Ведь не секрет для каждого из нас, что в современном мире, который ориентирован на науку, на разум, на доказательства, вера уходит на второй план. Ведь кажется очевидным, что нельзя принимать все на веру, нельзя доверять, не проверяя это на опыте, не доказывая положение так, чтобы знание у нас было действительно истинным. А верить, как представляется каждому из нас, можно во все что угодно. А поскольку религия опирается именно на веру, то поэтому и религий много, кто-то верит в Иисуса Христа, кто-то верит в Аллаха, кто-то в Будду, кто-то вообще верит, что богов огромное количество. А наука, опираясь на наблюдение, опыт, эксперимент, доказывая свои положения, одна однозначно и поэтому принимается всеми. Да и мы с вами же ведь пользуемся наукой. Иначе бы не было у нас, скажем, перед нами компьютера, на котором вы смотрите замечательные лекции на портале exeget.ru. Однако такое понимание веры является очень поверхностным. И сейчас мы попробуем в этом разобраться. Исходным пунктом для нас будет известнейшая фраза апостола Павла, которую он написал в послании к евреям, 11 глава, 1 стих. В синодальном переводе эта фраза выглядит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Не каждому понятно, что же означает эта фраза. Особенно первая ее часть – осуществление ожидаемого. Давайте обратимся к первоисточнику. Ведь фраза эта написана на древнегреческом. А на древнегреческом она звучит так. «Эстин де пистис эльпидзоменен гюпостасис, кай прагматон эленхон ублепуменом». Наверняка даже вы, не зная греческий язык, услышали здесь знакомое слово «гюпостасис» – «ипостась». Если дословно, буквально, грубовато перевести эту фразу, то мы получим примерно следующее. «Вера есть ипостась нашей надежды» или надежда, ипостась, сложно сказать, и прагматон эленхон, практика, и на деле не просто уверенность невидима, а на деле – это осуществленная наша уверенность в существовании того, что нельзя увидеть. Вот слово «гюпостасис» потом стало ключевым словом в христианском, особенно православном, богословии. Слово «гюпостасис» обозначает лицо Пресвятой Троицы. Однако, как показали великие отцы-кападокийцы, слово «гюпостасис» означает и индивидуальное лицо, как, например, святой Василий Великий писал своему брату Григорию Епископу Нистскому. «Ипостась» – это конкретный человек, Иоанн, Павел или такая-то вот лошадь, а природа, сущность – это человек вообще, лошадь вообще. Можно выделить и третье значение слова «гюпостасис». В дословном переводе «гюпостасис» – это субстанция. Именно дословно. «Гюпо» по-гречески «под стасис» – стоять. «Субстанция» или, как бы мы перевели на русский язык, «подлежащее». Слово «подлежащее» уже занято грамматикой, объясняет член предложения. А вот слово «субстанция» – это вполне философский термин, обозначающий некоторую первооснову всего, на чем все базируется. Так вот, какой же смысл здесь придает апостол Павел? Слово, обозначающее субстанцию, фундамент? Слово, обозначающее личность, ее свободный выбор? Или же это все-таки ипостась Пресвятой Троицы? И если мы обратимся к толкованиям отцов церкви, которые, разумеется, имели перед глазами греческий текст, то мы увидим, что и толкование учитывают каждый из этих аспектов. Но у апостола Павла есть и иное понимание веры, где он пишет послание к римлянам. Есть вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот на эти два понимания веры и обращали внимание отцы церкви. Причем различные отцы в разные века говорили практически одно и то же. Вот, например, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры. Вера между тем двояка. Есть вера от слышания, ибо, слушая Божественное Писание, мы верим учению Духа. Вера же есть, опять-таки, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого, или несомненная и нерассуждающая надежда на то, что обещано нам Богом, и на успех наших прошений. Поэтому первая вера относится к нашему намерению, а вторая – к дарам Духа. Примерно так же пишет и преподобный Анастасий Синаид в своем путеводителе. Правая вера понимается в двух смыслах. Вера есть от слышания, от проповеди, и есть еще более прочная вера – осуществление ожидаемых благ. Итак, верой от слышания могут обладать все люди, а вторую веру стяжают только праведники. Святой Кирилл Иерусалимский в огласительном поучении излагает ту же самую мысль. Слово «вера» одно по названию своему, но разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо, и она полезна для души. «Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом». Вот давайте обратим внимание на эти цитаты, на эти мысли великих отцов Церкви. Как понимать два понимания веры? Вот то понимание веры, к которому мы с вами привыкли, как некоторое свободное согласие с каким-либо положением, без всяких доказательств, это лишь начальный этап веры оказывается. А истинная вера, которой, подчеркивают отцы Церкви, могут обладать только праведники, только по благодати, это несомненная и нерассуждающая уверенность. Та уверенность, о которой пишет святитель Иоанн Златоуст. В комментарии на эти слова апостола Павла в послании к евреям. «Таким образом, вера, — говорит апостол, — есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть вере, когда кто не убежден в невидимом вполне так же, как в видимом». Но что здесь получается? Если вера такова, что святитель Иоанн Златоуст сравнивает ее с нашей убежденностью в существовании видимого мира, то что же получается? Получается, что большинство людей оказываются неверующими. Если вера — это уверенность в невидимом, уверенность такого рода, какая есть у нас в существовании обычных вещей, в существовании которого никто из нас не сомневается. А вот святитель Иоанн Златоуст говорит, а вот это и есть настоящая вера, настоящая вера в Бога. Вот именно эту веру и может получить человек по благодати. А большинство людей обладают только лишь первой верой. Оказывается, вера, указывают отцы церкви, гораздо более сложное понятие, и нельзя ее свести просто к свободному согласию или несогласию с каким-либо положением. Вера — это действительно уверенность в невидимом. Почему ее нет у обычного человека? Почему мы не можем быть уверены в существовании мира ангельского, не говоря уже о существовании Бога, который, как мы знаем, не видим, не познаваем по своей природе? Бога не видел никто никогда. Да, только лишь по энергиям божественным мы можем судить о его существовании. Но, опять же, некоторые люди, например, тот же апостол Павел, имели именно ту самую веру. Можно даже вспомнить историю обращения Саввла, который был убежден, что христиане — это еретики, которые противоречат истинной вере, которая была среди евреев и даже преследовал христиан. И, однако, когда он отправлялся на очередную такую операцию в Дамаск, ему явился сам Христос. И это явление было настолько убедительным, что Саввл абсолютно уверовал в истинность Иисуса Христа. И из Саввла стал Павлом, стал апостолом, канимым, преследуемым. Почему апостол Павел пошел на проповедь? Почему он, в конце концов, принял смерть за Христа? Очевидно, только лишь потому, что его убежденность в существовании Бога была абсолютной, была несомненной, именно той самой уверенностью в невидимом. И он же пишет о себе, правда, почему-то в третьем лице. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли — не знаю, в ней ли тело — не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Вот очень важные слова. Нельзя пересказать. Неизреченные слова. Тот самый опыт, то самое убеждение, убежденность в существовании рая, существование невидимого, божественного мира, далось апостолу Павлу в некоем божественном откровении. И первый опыт встречи со Христом, и этот опыт, который он описывает, опыт восхищения в рай, настолько убедителен для апостола Павла, что вера его прочна, убедительна и истинна. И он же объясняет нам в первом послании к Коринфянам такими словами. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я, поздно». Вот это вера наша, нынешняя, вера обычного человека, который смотрит как бы гадательно. То ли есть Бог, то ли нет Бога. Ну, наверное, все-таки есть. Вот примерно так рассуждает обычный человек, приходя в церковь. А затем, причащаясь к святых христовых тайн, участвуя в богослужении, этот человек вдруг понимает, что то сомнение, которое было у него тогда, когда он первый раз переступил порог церкви, куда-то исчезло. У него нет такого опыта, как у апостола Павла. Но у него уже появляется все больше и больше уверенность в правильности такого его выбора. Его вера становится более крепкой. Он понимает, что это настоящее, это истинная вера. И такой человек, почему приобретает такую веру? А потому, что в храме, в церкви на него нисходит благодать. Та самая божественная энергия, которая помогает человеку. Человек не может спастись только своими собственными силами. Природа вследствие грехопадения была испорчена до такой степени, что человек потерял все способности, все силы вновь оказаться в раю. И для этого Христос и приходит в мир. Для этого Христос и посылает Духа Святаго, Утешителя, создает церковь, чтобы мы в ней вновь приобрели ту возможность вернуться в райское состояние посредством благодати. Именно благодать дает человеку ту самую веру, истинную веру, которая дает нам уверенность в невидимом, как объясняют нам отцы церкви. Почему же человек потерял эту способность? Здесь можно обратиться к творениям еще одного великого отца церкви, преподобного Максима Исповедника. Он объясняет грехопадение примерно следующими словами. Давайте вспомним, что явилось причиной грехопадения Адама и Евы. Адаму и Еве была дана заповедь. Не вкушать от древа познания добра и зла. Но они увидели, что плод от древа познания добра и зла приятен для глаз. Эту мысль и развивает преподобный Максим Исповедник. преподобный Максим использует здесь платоновское учение о душе, которое, кстати, признавалось почти всеми отцами церкви. Да и мы с вами с ней, с такой теорией согласимся. Если Платон говорит, что душа имеет три начала, как бы три функции, яростная, вожделеющая и разумная, то в переводе на русский язык это означает, что душа наша имеет три свойства. Свободную волю, то есть яростное начало, чувство, то есть вожделеющее, и разум. И вот Адам и Ева оказываются в такой ситуации. Разумом они понимают. Вкушать плод от древа познания добра и зла нельзя. А вот чувства говорят ему. А вот попробуй, ведь он приятен для глаз. И свободная воля оказывается в нерешительности. Слушаться ли Бога, слушаться ли заповеди, или все-таки подчиниться чувствам. И вместо того, чтобы слушаться Бога, Адам и Ева послушались его чувствам и вкусили плод. В первоначальном состоянии, в неиспорченном первородным грехом, подчеркивает преподобный Максим, природа человека была совершенной, настолько совершенной, насколько может быть совершенной творение. То есть этот состав души имел четкую иерархию, разумная часть главенствовала, поскольку и Бог есть логос, слово. А свободная воля и чувства подчинялись разумной душе. И поэтому Адам и Ева были в раю и общались с Богом, видели Его и слышали Его слова. Когда же они ослушались Бога, то иерархия души перевернулась. Ведь они выбрали чувственное начало, а не разум. И поэтому иерархия души перевернулась, и главенствовать стало чувственное начало. А разум стал оправдывать то, что совершила наша свободная воля. Если мы вспомним те слова, которые стали говорить Адам и Ева Богу, объясняя, почему они так сделали, то мы вообще удивимся. Адам сваливает все на Бога, жена, которую ты дал мне, дала и я ел. Ева сваливает все на сатану, на змея. Они не признают своей вины. Разум свой они используют не для покаяния, не для признания своей ошибки, своего греха, а используют для оправдания своего греховного поступка, для оправдания своего более низкого начала, чувственного. И тогда окончательно душа оказывается испорченной. В этом, объясняет преподобный Максим Исповедник, состоит смысл и причина повреждения нашей души, которая теперь гораздо больше доверяет чувственному началу. Поэтому наша душа потеряла способность видеть Бога. Она потеряла ту самую веру, которая была у Адама и Евы в раю. Ведь если мы понимаем под верой уверенность в невидимом, то эта настоящая вера и была у человека до грехопадения. А у нас сейчас осталась только лишь вера отслышания. Мы можем, услышав слова проповедника или прочитав в книге, задуматься и все-таки принять решение о том, что наверное, Бог есть. Но нельзя ни в коем случае, говорит нам церковь устами отцов церкви, на этом свободном выборе останавливаться. Ведь вера не может быть просто верой. Она обязательно должна быть истинной. И такая истинная вера и объемлет собою все наши чувства, все наши способности души. Тут такая способность, которая была у Адама и Евы до грехопадения. Именно так в частности понимают веру великие православные русские философы, например, Алексей Степанович Хомяков, Иван Васильевич Киреевский, которые на этом основании стремятся создать православную, настоящую философию, которая будет опираться не только на разум, доверяя не только каким-то умозрительным рассуждениям, но включать в себя все способности нашей души. И, как совершенно справедливо говорит Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский, такая философия может опираться только на святоотеческое учение. Поэтому, если мы сделаем такой вывод и поймем, что вера – это не просто свободный выбор. Свобода, воля, как мы теперь видим, это лишь одна из способностей души, а вера, она выше этой одной способности. Или, как пишет об этом святитель Григорий Палама, «А я и святую нашу веру полагал бы неким превосходящим любое чувство и любое разумение созерцанием нашего сердца, поскольку она превосходит все умственные способности нашей души». Вера, как говорят, не противоразумна, а сверхразумна. Она включает в себя все человеческие способности, она включает в себя и чувство, и разум, и свободную волю. И в таком случае человек не может сомневаться в тех фактах, о которых говорит ему Церковь, Священное Писание, Отцы Церкви и так далее. Это и есть та самая настоящая вера, которая дается в Церкви, которая дается по благодати. Или, как пишет преподобный Максим Исповедник, «Бог дарует благочестивым людям исповедание и веру в то, что он подлинно есть. И подобная вера доступнее всякого доказательства, ибо вера есть истинное ведение, обладающее недоказуемыми началами, поскольку она есть ипостась вещей, превышающих ум и разум». Вот ипостась используется это слово, которое мы встречаем у апостола Павла, преподобный Максим Исповедник, или в другом месте он же пишет, «Христос же есть, как мы полагаем, воипостасная вера». Или у преподобного Максима много таких высказаний, приведу только еще одно, «Вера в Бога есть то же самое, что и Царствие Божие, и они только мысленно отличаются друг от друга, ибо вера есть безвидное Царствие Божие, а Царствие Божие есть вера, божественным образом обретающая свои формы». Таким образом, небольшой анализ этих глубочайших слов апостола Павла, которые осмыслялись великими отцами Церкви, приводит нас к важному выводу. Вера – это не просто свободный выбор. Нельзя поверить во что угодно. Нет, конечно, можно поверить во все, что угодно, но это не будет истинная вера. истинная вера – это вера, которая подтверждается нашим опытом, подтверждается церковным опытом, и такую именно веру и имели святые отцы, великие боговидцы. Однако вопрос остается, и в религиозной философии этот вопрос поднимается неоднократно с самых первых веков христианства. Как же все-таки веру соотнести с разумом, с знанием, а религию, то есть христианство, с наукой? И поскольку, как мы увидели, вера выше разума, то и вступать она с разумом может в самые разные отношения, кроме одного. Она не может противоречить разуму. Противоречить разуму может только неправильная, ошибочная вера. Вера языческая, вера оккультная. Вот она с разумом как раз находится в полной противоположности. А вера во Христа, вера в Пресвятую Троицу, наоборот, находится с разумом в гармонии. И эту гармонию мы можем увидеть опять же благодаря великим святым отцам церкви, и крупным христианским философам. Например, Климент Александрийский, обращая внимание на то, что в греческом тексте вера – это ипостась, то есть субстанция, сравнивает ее с фундаментом. Отсюда возникает такая вот формула, если можно так сказать, верую, чтобы понимать. Вера сравнивает Климент Александрийский подобно фундаменту здания, а разум – стены, построенные на этом фундаменте. Вот так же, как никому фундамент не нужен, если на нем не возведены стены, так же и стены нельзя строить на песке, они рухнут тотчас же. Вот так же и вера без знания, без плодов, которая должна дать настоящая вера, не имеет смысла. Вот такова и есть христианская вера. Не случайно Климент Александрийский обращает внимание, что христианство уважительно относится к древнегреческой философии, в отличие от большинства других религий. Она включила в себя эту философию и при помощи философии смогла объяснить многие сложные проблемы. Климент Александрийский об этом говорил в конце второго века. И мы видим подтверждение его слова, как философией греческой пользовались великие отцы капотокийцы, преподобный Максим исповедник, преподобный Иоанн Дамаскин и так далее. То есть, иначе говоря, вера это фундамент. Человек, который утверждает, что надо все доказывать, ошибается. он вынужден признать, что мы всегда опираемся на некоторые положения, которые невозможно доказать. Как математика опирается на аксиомы, как физик абсолютно доверяет своим чувствам. Физик не будет ставить вопрос, а существует ли материальный мир, а существуют ли законы этого материального мира и так далее. Он также принимает все эти положения на веру. У многих отцов церкви мы также найдем вот эти мысли. Преподобный Иоанн Дамаскин, ибо без веры и земледелец не проводит бразды в земле, и купец на малом древе, то есть, на корабле, не вверяет своей души беснующейся бездни моря, не совершаются браки, не что-либо житейское. Святой Василий Великий пишет в толковании на 115-й Псалом. Начало во всякой науке по необходимости преподаются учащимся без доказательств, потому что кто спорит о началах, тот не может путем и порядком дойти до конца, и в этом удостоверяют тебя сами светские ученые, ибо если ты с геометром не согласишься в первых началах, то ему невозможно будет делать последующее заключение. Это, по-моему, очевидно каждому человеку, который понимает, что верой проникнута вся его жизнь. Ребенок верит родителям, ученик верит авторам книг и словам своих учителей, историк верит, что события прошлого были, и так далее, и так далее. Однако, даже в этой вере каждый из нас понимает, что невозможно верить во все, что угодно. Среди противников христианства, среди атеистов, бытует разного рода насмешливые аргументы, как, например, Бертран Рассел сравнивал веру христиан с верой в существование некоего чайника, который вращается вокруг Солнца по орбите где-то дальше Марса. Не доказать его существование, не опровергнуть его мы не можем, но также и вера в Бога не доказать, не опровергнуть мы не можем. Нет, доказательства бытия Бога предлагались многими христианскими богословами, великими религиозными философами. Мы об этом как-то говорили уже в другой нашей беседе, также опираясь на слова апостола Павла, ибо невидимая его вечная сила, его и божество от созерцания творений видимы. Так что существование Бога не противоразумно, оно удостоверяется нашими чувствами, удостоверяется выводами нашего разума. Поэтому отсюда у многих христианских богословов и другая формула «понимаю, чтобы верить». Вера христианская разумна. Тот же Василий Великий пишет «А что прежде, знание или вера?» А мы утверждаем, что вообще в науках вера предшествует знанию. В рассуждениях же нашего учения, если кто скажет, что веру предваряет знание, то не спорим и в этом, разумея, впрочем, знание, соразмерное человеческому разумению. Ибо в науке должно прежде поверить, что буква называется азом, и, изучив начертания и произношения, потом уже получить точное разумение, какую силу имеет буква. Оказывается, вера и знания по учению отцов церкви тесно взаимосвязаны. Мы верим для того, чтобы потом понимать, делать дальнейшие шаги в познании мира и в познании Бога. И мы обладаем разумом, который может более глубоко понять нашу веру. Очень часто вспоминают еще одну знаменитую фразу, сказанную известным латинским богословом Тертулианом «Верую, ибо абсурдно». Такой фразы на самом деле у него нет, но у него есть многие другие высказывания вполне в том же самом духе. Вот, например, как он пишет в работе о плоти Христа. «Сын Божий распят, это не стыдно, ибо достойно стыда, и умер Сын Божий, это совершенно достоверно, ибо нелепо, и погребенный воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Как это понять? Это несомненно, ибо невозможно. Наши оппоненты, атеисты, часто любят использовать эту фразу, показывая нам, что вы же сами признаете, что ваша вера абсурдна, что вы готовы поверить во все, что угодно, что квадрат круглый, что железо деревянное. Ведь такова же ваша логика словами вашего же великого богослова и учителя церкви. Однако Тертулиан, говоря эти слова, имел в виду совершенно другой смысл и исторический контекст. Во втором веке, в котором жил Тертулиан, начали распространяться различные уже ереси. Такой очень опасной ересью была ересь гностиков, которые утверждали, что священное писание, главным образом Евангелие, нельзя понимать буквально. Его нужно понимать аллегорически. Но невозможно, чтобы дева родила. Невозможно, чтобы бесконечный Бог поместился в конкретном ограниченном человеческом теле. Невозможно, чтобы смертный человек вдруг воскрес. Очевидно, говорили гностики, что это некоторая аллегория, которую нужно толковать при помощи неких разумных аллегорических аргументов. Вот против этого и возмущается Тертулиан. Нет, говорит, это было на самом деле. И дева родила, и Бог стал человеком, и человек воскрес, потому что это невозможно в нашем мире. А если мы поймем, что Христос это не только человек, но и Бог, то тогда мы поймем эти фразы Тертулиана. Это невозможно в нашем мире. Но если Христос это Бога человек, то тогда воскресение оказывается возможным. Поэтому мы верим, ибо абсурдно, то есть верим, ибо чудесно. Это чудо. Чудо кажется абсурдом только в том случае, если мы находимся на материалистической или на гностической позиции. Если мы признаем существование сверхъестественного мира, тогда это никакого чуда здесь нет. Как например, так вот и хочется привести какие-нибудь примеры из нашей обыденной жизни. Если я прихожу домой и вижу, что беспорядок, который я оставил утром, куда-то исчез, и книжки стоят на месте, и тарелки помыты, то я могу сказать, что конечно не бывает такого. Тарелки сами не моются, книжки сами на полку не запрыгивают. Но я делаю простой вывод. Значит, наверное, кто-то пришел домой до меня, помыл посуду, расставил книжки на полке. Для меня это обыденность, для меня это привычное состояние души, потому что я знаю, что есть кто-то, в частности в данном случае моя жена, которая навела порядок, и это не чудо. Хотя с точки зрения чистых законов природы, невозможно представить себе, чтобы материальные вещи сами расставлялись по квартире. Вот так же и с этими словами Тертулиана. Это невозможно, если предположить, что существует только материальный мир, как и толковали это философы гностики. Если же мы предполагаем, что родила Дева от Святого Духа, что Христос это воплотившийся Бог, тогда это становится нормальным, и поэтому мы и верим, потому что это абсурдно для материалистов. То есть здесь нет опять же указания на то, что наша вера абсурдна в своих основаниях. Нет, она кажется абсурдной только для того, кто не понимает ее сути. Таким образом, подводя итог нашему небольшому анализу этой фразы святого апостола Павла, мы делаем вывод, что вера, вера во Христа, вера в Пресвятую Троицу, это настоящая, это истинная вера, которая не противоречит ни разуму, ни науке, наоборот, она включает себя и нашу разумную деятельность. Из этой христианской веры возникает впоследствии наука, и эта именно вера является необходимым условием нашего спасения. Субтитры Субтитры